Всем привет! Вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня мы проводим ряд экспериментов со Скитлз и Спрайтом. У нас будет два эксперимента по окрашиванию газированной воды. В качестве красителя у нас будет Скитлз, а в качестве самого растворителя у нас будет Спрайт. Обычно привыкли, что растворитель это кола, но сегодня у нас будет Спрайт. Сейчас все покажем с Кристинушкой, все будет интересно. А в конце мы еще сделаем, Кристинушка, радугу. Настоящую радугу со Скитлз. Ну все по порядку. Предлагаю, Кристинушка, сначала окрасить нам водичку. Для этого нам нужен Скитлз. Для начала мы открываем Скитлз и высыпаем его на тарелочку. Смысл в том, что нам нужно разделить отдельно... Сейчас будешь высыпать. Смысл в том, что нам нужно разделить цвета. Нам нужно... Раз, два, три, четыре, пять. Пять разных цветов. В Скитлзе... В Скитлзе у нас тоже пять разных цветов. На, Кристинушка. Высыпай на тарелочку. Вот так переверни. Смотри, высыпай. Смотри, какие цветные дрожжи. Прикольные. Смотри, Кристинушка, для последнего эксперимента нам нужно отобрать четыре разных дрожжи разного цвета. Мы возьмем зелененький. Только смотри, Кристинушка, бросай в каждый стаканчик свой цвет. Да, вот сюда бросай оранжевый. Правильно. Сюда бросай весь оранжевый цвет. Хорошо? Выбирай. А в следующей уже мы будем другой. Да, сюда можешь желтенький бросать. Смотри, давай я тебе сразу поделю, какие цвета куда нужно бросать. И ты потом таким же образом разделишь все. И последний красненький есть. А я пока в отдельный стаканчик отберу четыре цвета, которые мне нужно. Точнее не четыре, а пять. Вообще сама идея проведения этого эксперимента основана на нашем предыдущем эксперименте. Когда мы заливали желеньные яйца, делали это с помощью тоже газированной воды. И в прошлый раз у нас эта газировка растворила всю краску со скитлса и мэндэмс. В конце этого ролика будет ссылка на видео, где вы сможете увидеть этот эксперимент. Поэтому, собственно, мы решили немножко пойти другим путем и сделать разноцветные стаканчики. Да, Кристинушка? Да. А в конце будет еще радуга. Обязательно смотрите до конца видео. Будет очень-очень интересно. Давай, Кристинушка, я тебе помогу. Следующий этап нашего эксперимента – это, собственно, залить сам растворитель. В качестве растворителя у нас будет выступать спрайт. Почему спрайт? Потому что он прозрачный. Я готов. А ты? Да, я готова. Куда начнем? Откуда мы начнем? Давай, наверное, с красненького, да? По идее, по идее, вот эти все цвета должны окрасить всю нашу водичку в такие цвета, собственно, которые дрожжи. То есть, если у нас красненькое дрожжи, у нас водичка должна быть красненькая. Давай, наверное, по половинке нальем. Какая пена, вот это пена. Какая пена. Пена, пена, пена. Ну, смотри, Кристинушка, уже начался процесс окрашивания. Кристинушка, смотри, как здорово получается, да? Мне интересно, как зеленый будет. Как зеленый. Зеленый как спрайт будет. Как зеленый как спрайт. Поэтому, теоретически, это все потом можно выпить. Мы, конечно, не рекомендуем, но теоретически это можно сделать. Поскольку, раз скитлс можно кушать, спрайт пить, следовательно, наверное, совмещать их тоже можно. Да, Кристинушка. А потом дадим ему небольшое время, чтобы оно немножко настоялось. Может быть, мы еще его немножко размешаем даже. Нет, это нельзя покопить, Кристиночка. Давай подождем, пока оно все сейчас настоится. Смотри, что у меня есть. У меня есть вот такие вот трубочки цветные. Предлагаю эти трубочки добавить в газировочку и немножко помешать. Вот у нас для каждого стаканчика будет своя трубочка. Давай берем трубочкой и вот так вот мешаем. Все это размешиваем. Был такой раньше напиток, Юпи назывался. Так вот, это что-то похожее. Да, краска уже вся растворилась. Там даже видно, сейчас я поближе покажу. Вот, даже видно, что весь скитлс стал полностью белым. Кристиночка, ну что, смотри, какая красота получилась. Получилась цветная газированная водичка. Ура! Первый эксперимент у нас полностью удался. Кристиночка, но это же не все. Мы сейчас продолжим наш эксперимент. Для этого нам нужна вот такая вот большая белая тарелка. И нам нужен еще небольшое количество скитлс разных цветов. Мы его уже до этого отобрали, помнишь, в самом начале? И теперь мы выложим на тарелке его особым способом, как солнышко. И затем надеемся, что у нас получится цветная радуга. Представляешь? Я смотри, что предлагаю единственное. Тарелку поставить посерединке, а эти стаканчики можно пока сместить в сторону. Так, Кристиночка, мы подготовили место для эксперимента. Смотри, Кристиночка, что нам нужно сделать? Нам нужно вот эти разноцветные дрожжи выложить как часики. Ты помнишь, как часики? Вот смотри, давай я тебе сейчас положу, как оно должно быть. И ты потом эти все цвета распределишь, рядышком положишь такого же цвета, как я положил. Окей? Окей. Сейчас мы сделаем. Давай, Кристиночка, смотри. У нас вообще красиво в форме звездочки получится, как ты думаешь? А теперь бери вот эти цвета и вылаживай рядышком. Кристиночка, смотри, какая красота получилась. Такой цветочек у нас с цветными лепестками. А теперь смотри, что мы делаем. Мы берем спрайт и по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаем его лить посерединке тарелочки. И знаешь, что дальше произойдет? По идее у нас выйдет цветной-цветной лепесточек. Не знаю, точно получится, не получится, но вот как-то так. А теперь смотри, что будет происходить. Да. Ты видишь? Уже начало происходить окрашивание. Такой лепесточек, цветочек с лепесточками с цветными получился. Круто, круто. В общем, что, Кристиночка, у нас сегодня получилось. У нас сегодня было два эксперимента. Один с окрашиванием водички, а второй мы сделали цветную радугу. Все это благодаря скиттлс и спрайту. Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Пока-пока. А канал, а канал, а канал. Пока-пока. А канал. Субтитры сделал DimaTorzok